Жильцы дома номер 22 по улице Губкина недовольны результатом капитального ремонта своего двухэтажного деревянного дома. Они жалуются на некачественно выполненные работы подрядчикам. Продуваемая крыша, запах канализации в квартирах, неудачное расположение септиков. С этими и другими проблемами жильцы дома обратились к представителям регионального отделения Общероссийского народного фронта. О жилищных проблемах расскажет Ирина Нежалова. Когда ночь наступает, если свет горит на чердаке и видно свет насквозь, это так должно быть. Здесь все полностью закрыто, все качественно, ни одной дыры нет. Здесь насквозь крышу, для чего они сделали? Они говорят, чтобы крыша дышала. Под козырьком крыши невооруженным глазом видны недочеты в работе подрядчикам. Почему горе-мастера не довели начатое до конца, для жильцов дома остается главным вопросом. Да, снегодержатели не сделали, не сделали отвод сточных вод, потому что начинает таять, начинает это все литься, потом это все замерзает, это все падает. Видите, какой короткий козырек? Очень короткий козырек. Еще одна проблема, с которой поделились жители двухэтажного дома – небезопасная планировка крыши у обновленного крыльца. 76-го года постройки дом, и у него в начальном проекте была крыша козырьком, чтобы снег съезжал в стороны, а не на ступеньки. Мы здесь все время бьемся, дети у нас тут бьются. В доме номер 22А по улице Губкина был также выполнен капитальный ремонт фасада и цокольных перекрытий. В квартирах на первом этаже частично заменили полы. Двухэтажную деревяшку обшили вагонкой, правда, местами уже появились небольшие просветы. В текущем году в рамках региональной программы капремонта выгребные ямы заменили на септики. По словам жильцов, после этого в квартирах появился резкий запах канализации. Как поменяли септики, в ванной комнате с этого дня воняет, вообще невозможно. Мы дверь даже не можем открывать, кухня рядом, воняет очень слишком. Неприятный запах нечистот – проблема жильцов не только первого этажа, но и второго. Вчера было невыносимо, закрывал все отверстия в раковине, в ванной полностью, что невыносимо было, воня вообще была обратная. Что касается самих септиков, они расположены практически на уровне земли. Зимой под снегом их будет сложно найти. Чего не скажешь о бетонных плитах, которые раньше лежали на проезжей части перед домом, но были демонтированы на время проведения земляных работ. Об этих и других проблемах жильцы дома сегодня поведали представителям регионального отделения Общероссийского народного фронта. Мы взяли под контроль Общероссийский народный фронт данный дом. Будем сейчас разбираться с данной ситуацией. Обязательно требовать восстановления плит, благоустройства, которое у жителей уже было. Я считаю, что все-таки капитальный ремонт должен приносить людям какую-то радость. Здесь очень много замечаний, поэтому надо будет разбираться. Как нас заверили в Департаменте строительства ЖКХ, энергетики и транспорта, в эту пятницу, 10 ноября, дом номер 22А по улице Губкина проинспектирует комиссия по приемке работ. В нее войдут представители окружного профильного департамента, фонда содействия реформированию ЖКХ, управляющие компанией и муниципалитетом. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.